Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. В этом видео вор в законе, Олег Рогачев, Рогачонок. Принято считать, что глобальные сражения в российском криминальном мире происходят в основном на улицах столицы, либо в ближайшем Подмосковье, либо на худой конец на курортном побережье Краснодарского края. Только в этих двух регионах постоянно наблюдается высочайшая концентрация коронованных воров в законе, известных криминальных авторитетов, главарей преступных сообществ, которые, как пчелы на мед, слетаются к источникам денежных рек. Призом победителю становятся огромные деньги. Удел провинции – бои местного значения, по масштабам несопоставимые со схватками гигантов. Брянская область начала нулевых годов доказала обратное. Накал страстей, количество жертв и интенсивность стрельбы в ходе местных разборок могли дать фору не только Москве, но и Палермо, Нью-Йорку с Гонконгом вместе взятым. Крутые брянские парни палили из пистолетов, автоматов и гранатометов. А когда кончались патроны, сходились в рукопашной схватке и резали друг друга ножами. Не будь среди участников тех событий Олега Рогачева, по кличке Рогачонок, наверняка шуму от столкновений было бы поменьше. Рогачонок родился в крупном по брянским масштабам городе Клинцы в 1969 году. Прожив 25 лет от роду, Клинцевский Якудза обзавелся тремя судимостями за довольно невзрачные деяния – хулиганство, мелкие кражи. В списке похищенного, будучи вором в законе, даже числилась банка с консервированными помидорами, пригодная разве что на закусь под самогон. Олегу же хотелось настоящих масштабных дел. Такую возможность ему представил уроженец Ухума – Менгрел Мираб-Табагуа, гражданской войной в Абхазии, вытесненный с теплых краев. В воровском мире он был известен под именем Муха и по праву носил под ключицами выколотые две восьмиконечные звезды, свидетельствующие о его самом высоком статусе в уголовном мире. Муха первоначально пытался прижиться в Санкт-Петербурге, но не выдержал конкуренции с тяжеловесами от криминала. Он покинул северную столицу, выбрав местом жительства малозаметный в сводках новостей Брянск. Присмотревшись к местным перспективным кадрам, Менгрел сразу отметил молодого, амбициозного Олега Рогачева и выбрал его в помощники. В 1994 году в Санкт-Петербурге довольно ординарный рецидивист, следуя воле Мухи и другого влиятельного на местном уровне вора Бори Брянского, Петрушина, превратился в Рогаченко. Крестные отцы наделили его правами заправлять делами от их имени на юго-западе области, граничащей с Белоруссией. Выбор делянки произведен благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, регион очень хорошо знаком Рогаченку, родившемуся совсем рядом в Клинцах. Во-вторых, через приграничные районы проходили транспортные пути – в соседнюю Гомельскую область и дальше на запад. Интенсивный приграничный грузопоток всегда приносил прибыль людям, решившим взять на себя функции его регуляторов. Кроме того, Рогаченок предлагал предпринимателям услуги коллектора. Выбивая за должность, он незаметно оставлял за собой десятину. Муха и Рогаченок руководили не менее десятком преступных сообществ. Получив желанный статус, Рогачев всерьез задумался о его идеологической составляющей, выбрав в качестве нравственного ориентира таких стопов классических воровских понятий, как Васю Бузулутского и Савоську у Савоськина. Обеспечив себе сытую и безбедную жизнь, Рогаченок, тем не менее, не купался в изысканной роскоши, а следуя давно установленным правилам, выделял из областного общака большие суммы нагрев, страдающим в тюрьме, куда вскоре оба его старших товарища Муха и Боря Брянский надолго угодили, оставив на руководстве областью подготовленную смену. В Брянске установилось единовластие. Рогаченку не было свойственно лезть в большую политику. Положение хозяина над Брянщиной его вполне устраивало. Даже круг его ближайших знакомых составляли похожие на него по менталитету региональные лидеры. Воры в законе – Блондин, Баркалов и Плотник Плотников, Тамбовец Слава Крыл Крылов, Южанин Алексочинский, Минолян, сводный отряд белорусов во главе со Щавликом Клещом. Среди крестников Рогаченка вообще все сплошь белорусы – Мамонтенок, Траца и Галей. Белоруссия в те годы приобрела славу черной дыры, в которой бесследно один за другим исчезали воры в законе. В 1997 году под Минском пропал Щавлик, там же через два года Траца. Мамонтенок не стал прятаться от судьбы, а после своего раскоронования Тимохой Гомельским намылил веревку и завязал на ней узел, привязав другим концом к крюку на потолке. На Брянщине все было проще, конфликты в основном решались стрельбой. Освободившийся Боря Брянский с удивлением обнаружил, что на родине его особо никто не ждал с распростертыми объятиями. Попытки ветерана воровского движения объяснить аксиому – необходимость повсеместного почитания его личности – возымели обратный эффект. В 2000 году его автомобиль был подорван динамитом, но инцидент счастливо обошелся без нанесения вреда здоровью владельца. В конце зимы 2002 года, выехав из поселка Комуна, он попал под шквальный автомобильный огонь, но отделался всего лишь легким ранением. Едва выздоровев и снова направившись в автотур по окрестностям Брянска, он нарвался на засаду в придорожных посадках. У заговорщиков произошел непредвиденный сбой. Они не ожидали столь быстрого появления на трассе жертвы и стояли на обочине, перекуривая в полной боевой экипировке – шлемах, масках, брониках – с огнестрельным оружием наперевес. Заметив засаду, перепуганный Вася Брянский обратился в ближайшее отделение милиции. Прочесывая местность, милиционеры поймали с поличным некого Петра Симашкина, который все следствие молчал как рыба. За незаконное ношение огнестрельного оружия тому впаяли 9 лет, а Борю Брянского за подачу сигнала бедствия представителям законной власти стали повсеместно презирать люди из его прежнего общества. В июне 2002 года к остановившемуся на светофоре автомобилю с Борей Брянским внутри салона с обеих сторон подъехали два мотоциклиста и успешно завершили многомесячную охоту. Не прошло и года, как ночью около Брянского автовокзала из автоматического оружия были расстреляны Муха, криминальный авторитет Крюк и заехавший к ним в гости гражданин Белоруссии по фамилии Занкевич. Подозрение в устранении обоих крестных отцов легло на их крестника. С первого взгляда только ему было выгодно появление новых могильных памятников на кладбище. Дальнейшее развитие событий показало, что не все так явно, как кажется с первого взгляда. Рогачонок затаился и даже на некоторое время уехал с Брянщины. В ноябре он вернулся и его приезд сразу же был ознаменован перестрелкой в окрестностях его дома, где он проживал с супругой и тремя детьми. Вору в законе пришлось снова покинуть малую родину. По слухам, его видели в Москве. Перед Новым годом он вновь объявился в Клинцах. Новогоднюю елку Рогачонок поставил в кафе «Три медведя». В ночь с 1 на 2 января вместо Деда Мороза со Снегурочкой туда на огонек зашли убийцы, вооруженные ножами. В результате скорая помощь, вызванная перепуганными посетителями, нашла один труп с перерезанным горлом и еще двумя истекающими кровью мужские тела с многочисленными колото-резанными ранами. Рогачонок не стал жертвой масштабной резни, сумев выскользнуть из кафе. Он направился прямо к себе домой, где его ждала другая засада. Его авто обстреляли сначала из автомата, а потом выпустили заряд из гранатомета. Начальник местного УВД потом опровергал наличие в арсенале киллеров гранатомета. По его версии, звук разорвавшейся гранаты перепутали с разрывом праздничной петарды. Признание о ведении масштабных боевых действий в начале 21 века в самом центре российского города могло показаться шокирующим и наводящим на мысль о неэффективности работы правоохранительных структур. Убитые брянские мафиозные главари – это всего лишь верхушка айсберга из обширного списка жертв вспышки насилия. На Брянщине погиб помощник харизматичного депутата-коммуниста Василия Шандыбина, Дмитрий Митин, он же Ларсон, а с ними еще десятки рядовых членов преступных группировок и еще больше предпринимателей разного пошиба. В феврале 2008 года, после того, как страсти в Брянске улеглись и жизнь вошла в мирное русло, Рогачонок со своим приятелем Игорем Шпаком возвращались на автомашине из Орла. До Клинцов они так и не добрались. Свидетели, которые последними общались с Рогачонком, вспомнили, что он собирался встретиться с криминальным авторитетом Емелей. Тот, впрочем, факт рандеву отрицал. Через несколько дней в лесу нашли обгоревшую машину с двумя обугленными трупами. Точно идентифицировать находки не удалось. Официально признано, что Олег Рогачев пропал без вести 5 февраля. Смерть третьего на счету брянского вора наводит на мысль о том, что и первые две смерти из числа преступного генералитета могли быть не следствием внутривидовой борьбы за выживание, а конфликтом между представителями ортодоксальной воровской касты и независимыми от любых идеологических рамок группировками. Воры в законе хоть сами себя считают неприкосновенными элитой уголовного мира, но на самом деле весьма уязвимы для всех желающих отнять у них жирный кусок и не заморачивающихся на высоких понятиях. Тот же Емеля, с которым у Рогаченко были довольно натянуты отношения, не признавал воровскую идею, ее определение справедливости, а верил лишь в силу, как основной аргумент в любом споре. Он был далеко не одинок, и Рогаченок, и Муха, и Боря Брянский явно мешали тем, кто не прочь был отодвинуть далеко в сторону раритетных аристократов от криминала и занять их место. А это был канал о жизни по жизни. Всем добра и удачи. Увидимся в следующих выпусках.